Светлые больничные стены, палата за палатой, пациенты, которые ждут скорейшего выздоровления и короткий маршрут в операционную. А еще брошенная кем-нибудь из родственников фраза «Доктор, на вас вся надежда». Сколько раз в своей жизни Сергей Попивенко слышал эти слова. И каждый раз, переступая порог операционной, он, как говорят люди, творит чудеса. Сам Сергей Федорович в чудеса не верит, говорит просто «это его работа, которую он любит». Сегодня трудно представить, что 30 лет назад, выбирая будущую профессию, он еще и сомневался, а стоит ли ему надевать медицинский халат. В первую очередь, мать настояла. Даже, по большому счету, против моего желания меня отправили в медицинский халат. Ну, как-то вот так сложилось. Понять, что такое медицина, даже будучи, по большому счету, в институте, очень сложно. Для этого нужно вникнуть в работу, начать работать, пообщаться с больными, получить какие-то результаты, получить неудачи. И только после этого поймешь, что такое медицина. Как все говорят, я повторю банальную истину, врачами из мединститута не выходят. Врачами становятся в процессе практической работы. Первые годы обучения в Донецком медицинском институте были похожи на одну беспрерывную лекцию. Времени едва хватало на сон. Спать студенты ложились далеко за полночь. Но после первой сессии, которую Сергей сдал успешно, можно было, наконец-то, вздохнуть с облегчением и оглянуться вокруг. Преподаватель на микробиологии на одном из первых занятий. Так вот, постоял, посмотрел, посмотрите вокруг себя, ребята, и выбирайте себе супругу из своего окружения, для того, чтобы не было потом семейных проблем, не было конфликтов семейных. Есть из кого выбрать, посмотрите, какие девочки. Сережа вообще внимательный человек. И, в принципе, когда учились, он нравился всем преподавателям-женщинам. Вот почему-то, особенно, которые старше женщины, они были всегда от него без ума. Ну, во-первых, человек и учился, конечно, отлично. У него, если зачетка, то отлично с отличием, отлично с тренировок с писательными знаками. То есть приятно, когда человек знает твой предмет, поэтому он может... Они ему и симпатизировали этим. Ну, а вообще интересный, конечно, молодой, красивый, во всех отношениях интересный, обходительный. Ну, не знаю, посмотрели друг на друга и понравились. Жизнь студентов-медиков практически ничем не отличалась от жизни простого студенческого братства. Те же увлечения, кино, туристические походы и песни под гитару. Но все это не мешало Сергею и Елене учиться хорошо. Так Сергей был участником многих олимпиад. К примеру, на этой фотографии наш герой во время Киевской олимпиады, где ему присудили второе место только лишь потому, что он был в свитере, а не в рубашке с галстуком. К учебе студент Попименко относился очень серьезно. Когда пришло время выбирать специализацию, сомнений уже не было. Хирург увидит то, что он делает. Конкретно, то есть это конкретный результат твоей работы. Это не результат применения каких-то препаратов, не результат, хотя и в этом немаловажный роль. Но в первую очередь ты прикладываешь руки свои и видишь конкретный результат того, что ты сделал. Ну, как я считаю, хирург должен быть смелым, но в то же время с трезвой головой. То есть нельзя быть хирургом и бояться, что ты где-то что-то повредишь, где-то что-то разрежешь. Но в то же время трезвая голова должна быть для того, что ты четко должен знать в первую очередь анатомию, потому что без знания анатомии можно натворить чудес. Поэтому хирург должен быть смелым, но трезвым. Смелость эта должна быть основана на глубоких знаниях, того, что ты собираешься делать. Свою первую операцию Сергей Федорович запомнил на всю жизнь. Удалить простой аппендицит тогда казалось делом сложным. Чувство возложенной на тебя ответственности мешало сосредоточиться. Эту первую операцию делаешь в шоке. Слава Богу, что тебе дали. У тебя все дрожит, руки дрожат. Ну, слава Богу, все получилось, и все сделали так, как надо. Уже будучи интернами, Сергей и Елена поженились. Так образовалась молодая семья медиков, которая предстояло решить непростой вопрос, где жить и работать. Я не хотел попасть ни к своим родителям, ни к родителям жены. Мое условие при распределении было такое. Поэтому были разные варианты, вплоть до того, что ехать в Черкассу преподавателем, от чего я отказался. Меня преподавательская деятельность не привлекала. Были другие предложения. Ну, в конечном итоге меня немножко обманули. У меня распределение в Красноармейск было. С условием, что интернатура в Димитрове. И сказали, ну это ж не Красноармейск, это ж не родители твоей жены. Ну, вот так вот попал. Ну, попал сюда, в интернатуру. Больница великолепная, больница, база, чтобы учителя, которым я здесь попал в руки, научили многому. Поэтому здесь я остался уже. То, что два медика и вот у нас трое детей, это благодаря родителям, с которыми мы живем вместе. И поэтому, может, решились и третьего ребенка завести, только благодаря тому, что мы знаем, что у нас защищенные тылы. Что мы можем и он на работе задержаться, и я на работе задержаться допоздна. А дети присмотренные, дети накормленные. Сергею Федоровичу очень повезло с коллективом, в который он попал. Его учителем и наставником стал Анатолий Игнатьевич Рыбка. Прекрасный хирург и замечательный человек. Он всегда мог дать дельный совет. Среди хирургов в районе ему не было равных. Поэтому быть учеником такого специалиста можно было считать большой удачей. Степенный, порядочный, ее что-то есть такая, чувствовалась внутренняя какая-то сила, которая выражалась так в обязательности, пунктуальности и так далее, и так далее. И в таком же плане он, как говорится, проходил интернатуру. Это же дежурство. Часто, много. Участие в всех операциях, активность в этом плане проявлял. И, как говорится, не обязательно нужно было быть, допустим, первым ассистентом. Хотя бы третьим, но он всегда, как говорится, участвовал в операции. Прилежность, пунктуальность сходу была замечена. Ему не нужно было по 10 раз напоминать, что посмотреть на больного, оформить историю, сделать какие-то манипуляции. Он выполнял все с первого раза. Ему едва исполнилось 30, когда Анатолий Игнатьевич предложил должность заведующего хирургическим отделением. Я был категорически против, когда меня пытались назначить. Тем не менее, Анатолий Игнатьевич, скажем так, немножко на меня надавил. Это потому что, ну, я к тому времени проработал, это был шестой год работы в должности хирурга. Естественно, что я считал, что я знаю, что слишком мало, и имею слишком мало недостаточно знаний и опыта для того, чтобы возглавить отделение. Но, тем не менее, Анатолий Игнатьевич своим авторитетом, ну, естественно, потом помогал, оказывал помощь. Этого никуда не деть. Ему огромное спасибо как учителю и как хирургу, и как учителю, как заведующего отделения. Когда ответственность такая ложится, что ты отвечаешь не только за свою работу, но и за работу своих коллег, своих хирургов, как организовать работу, чтобы было все хорошо в отделении, это всегда сложно. И что ему страшно в свое время, и мне, когда предлагали заведование, это всегда страшно, думаешь, а вот с ней справишься. Конечно, советовался. Ну, у нас еще Анатолий Игнатьевич Рыбка, он такой учитель, настоящий, человек с большой буквы, настоящий хирург, настоящий руководитель. И когда он приглашает в кабинет и начинает говорить, что вот вы должны занять эту должность, то невозможно там не согласиться. У него всегда такие доводы, от которых никак не уйдешь. Поэтому, конечно, хоть и страшно, и сложно, но у Сергея Федоровича и учитель был, Анатолий Игнатьевич, он вообще-то хирург, действительно от Бога. За его спиной шептались, и, конечно же, кто-то был недоволен. Однако молодой хирург оправдал все надежды. Смог сплотить коллектив, пользовался уважением среди сотрудников, а больнее его просто боготворили. Насколько это человек доброты, души, что, ну, действительно, он доктор от Бога. Сергей Федорович, он добрый, он быстро отходчивый. Если он и поругает, он тут же через полчаса там развернулся, уже разговаривает, он даже не помнит там. Не то, что не помнит, но разворачивается и работает, как ни в чем не бывало, как будто ничего этого и не было. Вот, очень ответственный человек, он переживает не только за каждого тяжелого больного, он за каждого больного переживает, мне кажется, он днюет и ночует здесь. Ну, и другие врачи, конечно, тоже так, ну, Сергей Федорович особенно. Вот, бомж, не бомж, там, работает, не работает, сейчас сколько поступает, вместо работы не работает, молодой, здоровый не работает, ему все равно. Вот, оперируем, выхаживаем. Дни пролетали незаметно. Операции, глаза пациентов, радости и печали. И каждый день борьба за жизнь человека. И в этой борьбе он всегда старался выйти победителем. Я считаю, что на первом месте все-таки желание человека выздороветь. На первом месте. Есть доля врача, есть доля Господа Бога. Но в первую очередь должно быть желание у человека вылечиться. То есть, если человек не хочет вылечиться, не хочет выздороветь, то помочь ему очень сложно. А иногда бывает и невозможно. Есть ситуации там, где, скажем так, тут случай, что медицина бессильной помочь не может. А те ситуации, где, казалось бы, можно помочь, и ты пытался сделать, то, естественно, это не может проходить бесследно. Опять, не мои слова, я не помню, кто, но, говорится, я с этим согласен, что врач умирает с каждым своим пациентом. Сергей Федорович – врач, который всегда учится. А медицина – наука, которая постоянно развивается. Как специалист он понимал – нельзя останавливаться. Как-то преобразилось лирическое отделение с его появления? Конечно, база, ассортимент, если можно так выразиться, оперативных вмешательств, ассортимент. С каждым годом, возможности хирургии, с каждым годом они возрастают. И, в частности, далеко ходить не надо. Вот он, как говорится, освоил операции малотравматичные, которые сейчас очень популярны. И популярны не просто дань моде, потому что они малотравматичные для больных, это лапароскопические операции. У Сергея Попименко много друзей, и почти все они в прошлом его пациенты. Так случилось и с Анатолием. Десять лет назад его привезли в это хирургическое отделение без сознания, с огромной потерей крови и без надежды. О нем говорили – не жилец. Сложненькая операция, шла шесть часов. После того все говорили, что уже человека не будет. Но я выжил благодаря Сергею Федоровичу. Он – душа человека, большой буквы. После того еще два раза он мне делал операцию, но надо было по обстоятельствам. Я доверял ему, не боялся. И вообще он, как человек, очень добрый, душевный. Сергей Лагунин – успешный предприниматель. Он занимается любимым делом. А своим ангелом-хранителем считает Сергея Федоровича, который уже не один раз спасал ему жизнь. Меня в больницу привезли практически уже без сознания. Не практически, без сознания, без пульса. Он уже уезжал в отпуск, и жена застала его на пороге. Он вернулся, просто прооперировал меня, спасал. Ну, спас. Потом еще раз спасал. Ну, так получилось. Так как он спас меня, наверное, за мою жизнь будет отвечать до конца жизни. Я удивлен этим человеком. Ну, со временем во всех цинизм появляется, будем говорить так. И у каждого доктора, и доктор привыкает к этому всему. Каждый день видеть боль, наверное, к ней тоже привыкаешь. Этот человек, я удивляюсь, я серьезно говорю, я удивляюсь на Бога доктора. Но нет у него этого, нет цинизма. Он ко всем, к бомжу и к министру, он относится равноценно. Рядом с хирургическим находится гинекологическое отделение, которым заведует супруга Сергея Федоровича Елена Попименко. В этом здании их отделяет лишь длинный коридор, но он всегда чувствует поддержку супруги. Оба они зародили свою семейную традицию. Двое старших детей тоже собираются надеть белые халаты. Честно скажу, что я никого из своих детей, скажем так, целенаправленно, профессионально никуда не направлял. Единственное, что задача была такая. Вы определяетесь, мы в любом случае вам помогаем. Ну, по-видимому, повлияло то, что они видели маму и папу. Других примеров, возможно, не было, поэтому пошли в медицину оба. Я, честно и откровенно, на сегодняшний день хочу счастья своим детям. Для родной больницы. Хочу перспектив, хочу дальнейшее развитие, процветание, чтобы она развивалась, безусловно. В принципе, для этого стараемся и все делаем. Я надеюсь, по крайней мере. К чужим страданиям невозможно привыкнуть. Это вам скажет любой доктор. А замечают ли пациенты, когда у врача что-нибудь болит? Скорее всего, нет. Ведь даже на эту слабость доктор не имеет права. Он признан спасать и облегчать чужую боль. Мы искренне желаем хирургу Попивненко, чтобы его талантливые руки никогда не уставали и каждому пациенту дарили желанное исцеление. Ведь именно в этом его призвание. Редактор субтитров А.Семкин